Добрый день, с вами снова я, Дмитрий. Сегодня мы вернемся к одному из наших роликов, посвященных секаторам. Там мы обещали, что более подробно разберем один из них. Главное достоинство храпового механизма – это экономия ваших сил при обрезке. Принцип его действия прост. Вы в несколько движений перезарите ветку. Ну, допустим, здесь три движения, здесь у нас будет два. Это занимает какое-то время, но готово сэкономить силы. Но это вызывает сомнение большое количество пластиковых деталей. Не сломаются ли они в дальнейшем? Об этом мы расскажем позже, когда будем им активно пользоваться. И этот ролик посвящается секатору Fiskars с храповым механизмом. Мы этим инструментом, и, к сожалению, ничего хорошего о нем, я сказать, не могу. Да, поначалу, пока он новый, все работает хорошо. И механизм, и заявленный диаметр он тоже режет. Работали мы им активно. Как говорится, у нас он прошел огонь, и воду, и медные трубы. Но прошло всего около месяца. И что мы видим? Во-первых, запорный механизм закрывает его неплотно, и тут остается щель. Во-вторых, заявленный храповый механизм, опять же, на заявленный диаметр стреза ветки, проскальзывал и порой вообще не хотел перещелкиваться. В-третьих, когда механизм проскальзывает, отсюда вылезает, вот отсюда вот вылезает, какая-то фиговина. Я, к сожалению, не знаю, как она называется, уж простите меня, но ее приходилось обратно туда заталкивать. Некомфортно. А еще из трех позиций, которые здесь заявлены, работают только две. Первая и третья. Куда девается вторая, мне непонятно. Причем она то есть, то ее нету. Она какая-то непостоянная, в общем. Быстро затупилось лезвие, хотя точил я его перед каждым использованием. Но эту операцию мне приходилось проводить несколько раз в течение своей работы. После этого я больше им не пользовался. Напишите в комментариях, у кого такой был, может кто сталкивался с таким. Или вообще не сталкивался, может мы им неправильно пользовались. И почем зря хаем. На этом у меня все. Всем спасибо, что смотрите нас. Продолжайте в том же духе, это чертовски приятно. Подписывайтесь, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. Ненадолго. Скоро мы увидимся. Всем до новых встреч и пока.